здравствуйте друзья у нас в студии татьяна богданова помашите ручкой татьяна у нас не первый раз вы можете даже если любопытство есть такое значит сделать поиск на татьяна богданова татьяна очень очень много рассказывала про получение виз и на самом деле там еще кое-чего потому что вот пусть меня таня поправит если я что-то путаю читание специализируется на всяких программах соединенных штатах в частности для изучения языка в частности для получения образования и так далее у нас есть масса всяких интересных сюжетов но сегодня мы тогда давайте начнем с вопросов которые я попросил задавать его тут задавали некоторые совершенно вот не относятся наверное хотя вы сами смотрите сам про h1b там что-то такое спрашивают но просьба ответить вопрос административной проверки при получении туристической визы бывает такой да да бывает как уменьшить вероятность проведения такой проверки чем чревато то что при получении визы была проведена данная проверку к примеру при въезде в сша то есть если ты однажды попал то чем это чревато так третье можно ли избежать повторные проверки при подаче на следующую визу которая была на год и как отразится наличие такой проверки в предыдущей визе при подаче на следующую туристическую визу то есть чековина зацепила там этой проверкой ну да административные проверки бывают обычно это связано ну к примеру с деятельностью аппликанта в органах да он работает или в органах или он работает на каком-то предприятии которое например занимается производствами не знаю там что-нибудь связано я не знаю там ядерные реакторы какие-то либо связаны там это из личной практики например строительство там самолетов или какие-то турбины что-то такого вот связано с такими как бы чего-нибудь не нашли его технологические какие-то значит профессии доступ видимо какой-то информации который может быть возможно может быть использована я не знаю в каких-то там целях если покажется так американцам поэтому чтобы избежать административной проверки соответственно надо все это очень аккуратно расписывать в анкете например у меня был один клиент который когда писал описывал род своих занятий он писал что он работает с какими-то там турбинами или что-то еще такое я ему говорю давайте это назовем по-другому ну какими-то общими фразами он со мной спорил 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 все-таки он пошел на интервью рассказал про эту турбину ли там про что-то еще уж не помню его документы забрали на административную проверку вот проверяли где-то в течение месяца полутора он потом получил визу чем это чревато обычно визу дают не на три года а на один год после административной проверки они как бы сокращают вот это обычно ничем не чревато вот если да если все в порядке как бы если выясняется что там ничего такого как говорится нет вот поэтому никак не отразиться при последующих то есть если он следующий раз придет за визой и его снова пошлют административную проверку то это не потому что его раньше уже посылали нет но я не думаю что даже повторно пошлет на административную проверку если должности работа сохранится ничего не изменится то я не думаю чтобы 2 административная проверка вообще это так странно вроде столько шпионов тут которые через канаду там пешком город через границу там еще как-то и в посольствах и в этих дип-миссиях и что же они так это только вот один из вариантов они могут быть инициированы по каким-то и другим критериям если там человек что-то не так сказал на интервью опять же выразился как знаете я вас слушал и вспомнил как я был молодым специалистом в кб цкб министерства связи я работал и начальник у меня был такой потрясающий инженер замечательный даниил моисеевич его звали покойный уже ныне вот даниил моисеевич на все выставки которые в москве бывали на выставке часто бывали он всегда ходил с набором отвердочек там с каким-то инструментом и вот мы там приходим куда-то и ну там эти стендисты они там разговоры туда-сюда он так раз черт такой смотрит открутил зашли посмотрел ну ему интересно для работы он он не то что шпион какой выгоду его для работы и он несколько раз я наблюдал как там люди вот эти глаза на него в карманы вот так что думают сейчас приедут в америку там все подкручивают ну мало ли да мало ли про и члены будем отвечать ну я не специализируюсь скажу сразу тела говорят всего 65 тысяч плюс 20 для тех кто получил мастерс гриф сша шансы получить еще в англии за последние пару лет примерно 14 это это на те которые 65 какие шансы получить еще в англии если получил магистра это кстати интересно вот на те 20 тысяч которые для студентов выпускников американских на там какая как какая пропорция вот уже не никогда не слышал ну там добавочный идет вот это вот кого-то 20000 а претендентов сколько претендентов я не могу сказать не владею такой друзья вопрос остался открытым риторическим так хорошо планирую получать турбизу этим летом с целью подачи на политику в итоге так он откровенно но меня беспокоит мои шансы на положительное решение на турбизу видим мне 23 работаю продавцом в duty free чуть больше года подрабатываю как фрилансер доход около 60 тысяч в месяц во владении есть части в двух квартирах и дачах и дача поездки испанский шенген поездка по таиланду лаосу вьетнаму автобусный тур по шести странам европы и недавняя поездка в израиль не замужем детей нет оценить пожалуйста мои шансы очень нужен взгляд со стороны шансы практически стопроцентные если василиса как я вижу зовут барышня если василиса как бы на интервью сама ничего там лишнего не скажет правильно все сделает у шансы практически стопроцент то есть то что она не замужем и детей нет не остановится нет опять же надо все аккуратно ну ну то есть вот на и скажем так наличие шенгенов поездок 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 сюда у нее небольшой минус опять же 23 года и до ее молодость но если как бы все правильно сделать если она все верно расскажет на интернету проблем не если она не как бы сама куда не вляпается во первых желательно конечно как бы чтобы когда человек приходит 23 года получать визу говорит что он самостоятельно едет в америку да это тоже вызывает некоторые подозрения откуда деньги да откуда деньги почему одна почему вдруг собралась поэтому все эти вопросы консул интересует поэтому тут очень важно на них верно ответить как бы изначально почему именно америка и как бы а что было бы хорошей причиной такая групповая поездка с туристами либо например может быть поездка с мамой или там я не знаю с папой в америку это уже увеличивает шанс но еще больше как бы сейчас в данной ситуации я могу сказать что у нее шансы очень хорошим дальше уже зависит от нее есть тур визы у меня и у супруги уже молодцы уже после получения узнали что супруга беременная и никуда не поехали сейчас ребенку уже шесть месяцев и когда будет год планируем поехать в сша все вместе вопрос как оформлять визу ребенку нужно ли в новых обстоятельствах администрация трампа и непонятные указы ехать в посольство в москву для получения этой визы или можно просто подать заявку и решить вопрос дистанционно ребенку уже сделали свой загранпаспорт в такой ситуации визу можно делать дистанционно можно подать документы если они находятся в москве то это делается через пони экспресс но дальше на усмотрение консульства их могут вызвать на интервью чтобы уточнить эти моменты почему они не поехали когда получили визу да и как так получилось поэтому если вопросов не возникнет визу дадут дистанционно вопросы возникнут придется ехать а что за вопрос но не поехали вот визу же дали как так почему не поехали но это на усмотрение консульства поэтому я думаю что возможно такое и скорее всего что их вызовут на это знаете в наше время был такой анекдоты это в новое в анкетах там были ли за рубежом если да то почему вернулись а здесь спрашивает почему не поехал но хорошо я даже не знаю насколько это к нам вопрос часа виза нафта для граждан мексики какие плюсы и минусы нет на такое это это не наша тема это может быть с кем-то так если программы для посещения сша в кремниевую долину со стартапом есть готовый прототип мобильного приложения то есть вот он есть какие-то программы чтоб стартаперов привозить ну у нас таких программ пока нет я не знаю если только человек хочет просто получить опять же туристическую визу приехать и на месте уже пытаться потому что здесь все это есть и можно что-то мы не знаю как-то регистрироваться на данные программы и приезжать искать каких-то инвесторов или хоть на какие-то встречи и все это здесь группы эти все есть как бы мы это не предлагаем то есть государственных программ таких нету но есть масса частных инициатив всякие инкубаторы акселераторы и зависимости от того где вы живете все время с украины ребята приезжают там я кстати снимал довольно много сюжетов как вот такие молодые стартаперы их привозят группами небольшими селит они тут несколько месяцев находится или несколько недель там по-разному есть такие программы но это не государственная поэтому у нас таких программ нет потому что клиенты клиентов таких вот и единственный вопрос это даже не напрямую ко мне да здравствуйте мне 30 девушки 20 проживаю вместе два года гражданским браком не расписанных объясняет что-то за не расписано я айтишник зарплата нормально оформлено девушка работает на простой работе к тому же не оформлена официально каковы шансы на получение турвизы и как доказать что мы летим вместе и деньги у нас есть из поездок пока только египет но во первых как доказать что мы летим вместе во первых и должно быть совместные поездки за границу раз люди проживают гражданским браком правильно консул открывает паспорт и видит если вы ездили вместе в египет и то понятно что вы наверное вместе проживаете никак это больше не доказывается просто указывается в анкете что вы гражданский брак у вас вот и все как вместе летите как но вот девушка не работает получается если девушка сама пойдет за визы и скорее всего не будет просто она не оформлена официально но это нормально да ну просто надо писать чем занимаешься есть люди фрилансом занимается то что же за работой приносит какой-то доход значит так и расписываете чем вы занимаетесь нет но она работает на простой работе машина в магазине но так черно по черному ну что тут сказать но просто если она едет с ним а он хорошо зарабатывает спонсором во первых она может работать и на простой работе не все же должны работать это вот прямо официальный термин такой спонсор данном в анкете есть вопрос кто вам оплачивает поездку просто указывается человек тогда в данном случае гражданский муж да хорошо то есть не то чтобы они как-то и зарубит девочку ну нет конечно но опять же он же не написал зарплата нормальная что в его понимание нормальная зарплата по российским понятиям что я лишних там же по российским понятиям откуда вам непонятно ну не но не поездка египет у них у них ситуация не очень я бы сказала так 50 на 50 если они хотят улучшить как-то шансы то я бы советовал еще куда-нибудь съездить это во первых но и потом естественно счет работы надо быть очень аккуратно если они хотят там какую-то консультацию надо отдельно уже разговаривать и смотреть потому что могут быть и какие-то еще дополнительные доходы у людей правильно может они там квартиру сдают ну что девушка квартира есть в которой она не проживает ну например ну да а вот поездки вы имеете ввиду там не турцию или там израиль куда можно без визы а вот имейте ввиду что такое европейское но не обязательно также можно поехать там в таиланд например или кто-то из этом лаос вьетнам правильно но в таиланде вот не хочется ждать или там я можно там на политику подать а скажем во франции можно она не подала может быть они это не играет роль мне казалось путешествие нет просто например я всем говорю мы же вот например я с дальнего востока правильно у нас консульство американское было во владивостоке естественно с дальнего востока мы все ездим куда таиланд вьетнам южная корея все эти страны не на гавайи пять часов все равно даже больше но неважно все равно и мы ездим только в азию тоже не означает что мы не могли получить поэтому как бы просто само наличие путешествий визовые страны невизование особенно важно тут уже просто зависит от количества и куда здравствуйте если брат и сестра моего мужа уже получили гражданство сша брат и сестра мужа родители мужа уже получили грин карты как лучше нам подавать документы через брата мужа или ждать пока свекры получат гражданство я не понимаю они хотят подавать документы на воссоединение на воссоединение получается так что через кого быстрее через те кто получил гражданство ну да ну допустим допустим и родители и брат сестра уже граждане и те и другие вот кто пойдет быстрее то есть быстрее их высоединять с родителями с родителями тогда получается что может быть лучше подождать несколько лет пока родители получат и уже с ними но я думаю что да но но не то что вот это наша экспертиза что мы все время но опять же недостаточно исходных данных когда они получают гражданство может они через год получают у них грин карта может три года осталось мы же не знаем я бы вот что сказал мне не претендуя на какое-то знание конкретно я бы сказал что нынешняя тенденция в иммиграционной политике состоит в том чтобы отрезать воссоединение по брат линии брат сестра это самое последнее когда и оставить только по родительской поэтому обидно было бы там пять лет прождать и вдруг выяснить что программа закрылась поэтому я бы наверно тогда вот из этих соображений я бы смотрел на родителей приоритетнее если состалось совсем немного времени например 2 2 года это не так ну да так в интервью с андреем иммигрант видео вы говорили что не рай про вас что не работает еще время с ним тоже интервью был не работаете с клиентами с чистыми паспортами с января 2017 года появилась новая фишка для получения турбиза в сша в чистый паспорт суть в том чтобы забронировать круиз канада аляска и получить для этой поездки две визы сначала в канаду делается онлайн проблем не вызывает и только затем в сша именно наличие визы в канаду убеждает консула что вы и правда едете в круиз также плюсом данного способа является то что из россии в канаду ванкувер нет прямых рейсов поэтому пересадка в сша также не вызывает вопросов у консула вопросы а тут еще первое насколько по вашему мнению реальный такой способ есть информация что с января 2017 года почти 100 человек получили таким способом визу в чистый паспорт второе есть ли исключения при которых вы готовы помочь с получением визы в чистый паспорт например наличие удаленной работы в сша более двух лет я думаю это хуже только конечно работодатель может как-то поспособствовать вот такой вопрос я бы еще что сказал если у человека был паспорт и весь в печатях потом ему раз и обменяли там ни одной печати нет это чистый паспорт или что это нет но во первых консульство интересует поездки за последние пять лет даже если сейчас второй паспорт который чистый так он был сменен да в связи с тем что там предыдущий закончился срок действия то в анкете расписываются страны посещения и поэтому иногда они могут попросить предыдущий паспорт остается в руках ну вообще-то да сейчас остаются но можно всегда сказать что паспорта нет а можно ксерокопию сделать можно сделать ксерокопию да можно сказать на словах иногда не просят какие-то доказательства очень редко но бывает что докажите что вы были то например в европе даже если ваш паспорт уже там ликвидирован но тем не менее отвечая на данный вопрос по поводу круизов уже десять раз я говорила что консульство особенно не интересует куда вы едете его интересует вернетесь ли вы обратно прочные связи с родиной почему отказы отказы есть только пункт 214 б ты не доказал прочную связь со своей страной проживания поэтому именно куда ты едешь круиз ты поедешь либо ты пойдешь просто на аляску либо твои же просто мы не знаю в калифорнию это как бы не особенно интересно консул его интересует почему именно америка либо например круиз вдруг тем более аляска и ванкувер все такое ни разу никуда не ездил вот поэтому я лично в эту схему не верю и я не верю что был там 100 человек каких-то вот поэтому честно говоря мне эта схема не нравится то есть попытка решить вопрос не через связь с родиной а через допустим разновидность до путешествия потребности да это это не решающий фактор и очень много отказов у людей я знаю что очень много предлагают визы в круизы почему-то очень много агентств предлагает я знаю что точно также людям отказывают и круизы вообще там такие сложные системы бронирования и сложная отмена очень серьезное дело поэтому как бы ну вообще я вообще не понимаю почему надо американскую визу то ну во первых если например ты летишь в канаду и как они пишут остановка в сша тогда делается транзитная виза да подожди вот летит чек в канаду прилетел в канаду с пересадкой там прилетел в ванкувер ванкувере сел на круизный лайнер приплыли на аляску для того чтобы на берег сойти виза не нужна он свой паспорт показывает и все или там канадский российский паспорт показал и погулял три часа и вернул здесь вопрос они говорят прямых рейсов нет пересадка в сша для того чтобы попасть в сша даже для пересадки делается транзитная виза можно лететь не в сша можно лететь например в карьеру можно лететь в монореаль можно лететь почему пересадка в сша да это просто какой-то очередной ход я думаю от каких-то агентств транзитная виза точно так же идешь на интервью показываешь документы что ты там например летишь я не знаю при латинскую америку да и у тебя рейс из россии может быть только через майами например дата ну вся та же самая процедура но транзитная виза почему они хотят видеть человека с транзит который хочет транзитную визу они боятся чего-то потому что в америке нет транзитной зоны как бы ты сходишь с самолета ты проходишь границу ты оказываешься в стране естественно вся та же самая процедура здесь же нет как например в корее где ты сидишь в накопителе скажем так правильно на территории аэропорта никуда не выходит то есть они боятся что человек приедет подаст на политику а транзитная у него просто так закосил там транзитные они тоже смотрят человека куда он едет его доходы и почему он едет и что за 6 то есть транзитная виза открывает возможность там сойти и раствориться ну в принципе да я понял хорошо для меня просто неожиданный такой вопрос все-таки с вопросом вот тут было работаете или не работаете с чистыми паспортами я вот уже говорил и потом люди пишут тоже комментарии что если у меня есть там изъезженный паспорт и хорошая работа ей сам визу получу ну если как говорится люди лучшие умные да и нормальные идите получайте сами никто же не заставляет есть люди которых нет времени просто этим заниматься правильно это надо же сделать тоже правильно и профессионально вот но я сейчас да не беру с теми кого чистые паспорта потому что это 90 скажем так и не знаю там пять процентов будет отказ есть какие-то исключения но я не работаю на то чтобы мне не знаком на удачу про конечно могу весть с человека деньги сказать ему чистым паспортом вам возможно дадут visa возможно нет правильно но я просто так не могу род convert in этом человеком я понимаю что у них есть какой-то бизнес я понимаю что такого это какой то непростой что вижу там что-то он написано так подозреваю что и как бы возможно и могут получить безу в чистый паспорт но я просто вот не понимаю логики людей если вы делаете ставки например на какую-то иммиграцию либо хотите попасть в америку не просто так приехать на две недели посмотреть а делайте какие-то миди дальше идущий план почему вы не хотите увеличить свои шансы правильно снизить свои риски почему вы не можете например съездить куда-то там в близлежащую страну увеличится и шан бываешь и денег просто нет у людей нет но так неверно тоже но тогда подкопите а то да какой смысл ходить например тут же консульский сбор он стоит 160 долларов получить отказ в свой паспорт а еще в Москве приехать из Новосибирска ну конечно я просто честно говоря не понимаю сделайте какую-то подготовительную работу как я все время об этом говорю правильно но немножко инвестируйте ну так просто же не бывает хорошо тут еще такой вопрос он вроде бы про чистый паспорт но немножко другой аспект я знаю что получить визу в сша в чистый паспорт довольно сложно ибо нужно доказать что вы прикреплены в своей стране и не останетесь в сша за сим вопрос влияет ли дата получения загранпаспорта и разница между ней и даты и попытки получения визы в сша на вероятность ее получения то есть сколько вы имели паспорт и не обращались за визой если я уже не студент имуществом не владею то получается единственное что меня держать это работа так вот какой стаж должен быть на последнем месте работы если еще способы показать что ты там оставаться не собираешься первое влияет ли стаж на месте или зарплата конечно 100 что же влияет так а какой стаж нужно чтоб сказать ну да это не менее одного года желательно больше поля одного года то есть меньше года уже подозрительно ну конечно значит человек может бросить свои работы уехать тем более если например там 23 22 до 25 лет вот еще очень важно если человек получил образование работает по специальности правильно он получил например образование потратил 4 года 5 лет своей жизни потом пошел работать по специальности проработал на эту компанию начиная например там с какого-нибудь менеджера доработался например до начальника и делали старшего менеджера понятно путь до его есть что терять да ему есть что терять и например человек который я не знаю получил образование экономическое работает в сфере айти у него например там стаж работы маленький он там занимается фрилансом его что-то держит в этом случае вот просто так вот даже сами подумайте или не держит ну да а есть ли еще способы показать что ты там оставаться не собираешься кроме того стажа на работе но в данном случае если нет семьи жены детей то кроме работы получается и ничего не остается поэтому только ваша социальная жизнь и не зная работа какие то может быть они знают ненавижу англосаксов с футболкой да и с надписью да возможно ли приехать на курсы английского по визе f1 студенческой через какое-то время поступить в city college то есть перекинуть визу визу переоформлять надо будет вот вопрос нужно ли переоформлять обратно в рф выезжать нужно будет ну возможно это называется трансфер виза останется тоже просто например срок действия визы f1 на языковые курсы она закончится к примеру виза дается на один год делается трансфер продлевается статус но если вы захотите покинуть сша и потом вернуться снова тогда надо делать визу выезжать за пределы возвращаться например в россию для этого не обязательно можно выехать в ту же например канаду если слишком далеко лететь как бы вы находитесь в стране абсолютно легально единственная для выезда и возвращения обратно придется делать визу как бы освежить статус когда надо но если это будет сити колледж то сделать новую визу абсолютно не проблема если например вы продляете обучение на языковых курсах например вы приехали на полгода да например продлили еще например там на год и потом уже виза кончилась и вы захотели продлить как бы опять же свою визу съездить например да домой в россию вернуться обратно на курсы в этом случае вам откажут а вот для сити колледжа как бы проблем не будет тут еще насколько вообще сложно поступить на курсы английского в сша по f1 визе я думаю что наверно вопрос не столько о том как сложно найти колледж который выпишет вам и дуай твой и насколько сложно визу получить но что в таком случае интересует консула помимо наличия финансов на обучение но его интересует почему именно вы хотите учить английский для чего вам это надо почему именно сша потому что английский можно учить и дома сидя и в новой зеландии сейчас и в новой зеландии в москве куча курсов и онлайн поэтому вы именно это интересует почему именно сша для чего вам это на что было бы хорошим ответом чтобы консульта да это имеет смысл например если работа связана с английским языком к примеру вот недавно у меня девушка получила визу она коуч сейчас модное слово тоже в россии тренер скажем так бизнес тренер так и у него масса она работает с людьми которые являются например топ-менеджерами или управленцами либо даже директорами она бизнес тренер естественно для ее работы ей нужен английский язык потому что большая масса информации в этой области она идет с запада да и она хотела улучшить свой английский язык она пришла и рассказала да и ей спокойно дали визу поэтому для чего я бы не сказал что это отвечает на вопрос почему именно в сша ну а почему именно в сша потому что во первых это дешевле например по сравнению с европой потому что там все в евро а здесь доллар да и например курсы 400 долларов в месяц вот некоторые других соображений в европе например сейчас они очень безопасно некоторым кажется даром тоже хотят ноги туда ехать британия не обсуждаем душ совсем там и цены очень высокие поэтому многие сейчас прижим понял понял так и значит вот такой вопрос нужно ли указывать в анкете на визу сша что был в тех странах в которых был транзитом вот это интересно к примеру ездили на машине в португалию и обратно по тому же маршруту то есть выходит проезжали по два раза были в каждой стране а в некоторых еще ночевали и те страны где были пересадки в аэропорту не на транзитом на машине транзитом на машине если были какие-то там остановки можете указать все зависит от сроков поездки опять же из практики недавно клиенту он мне не сказал что он был в германии меньше 24 часов он просто в анкете написал страна посещения германии мы ему оформляли студенческую визу как бы все в порядке консул у него спрашивает я же его паспорта не видела как с этими штампами я же не знал а почему это говорит так мало был в германии он говорит а я шопинг делал горну извините поэтому что извините визу не дали потому что это очень была краткосрочная поездка и выглядит подозрительно также для консула что возможно он просто съездил и вернулся для опять же отметки в паспорте с этими вещами тут надо быть логичными понимаете как бы если ты поехал как из украины очень много клиентов все как бы ездят в польшу это поехал в польшу через два дня вернулся это не считается поездка за границу а сколько тогда ну хотя бы неделю за эту неделю вы можете например близлежащие с польшей страны тоже съездить их можно указать например в анкете но если вы прилетели в аэропорт дубая например у вас там была пересадка потом пытаетесь указать дубай как страну посещения это глупо то есть это было не посещение на машине например они были я не знаю где там и поехали в португали если их все путешествие занимало например четыре дня и за эти четыре дня они напишут извините 5-6 стран посещения ребят надо тоже выглядит но как-то это не посещать то есть я понял я понял вопрос то что ты реально посещал или ты заказали либо ты проскочил через страну вопрос чем как заказать правильно значит вроде не катит вот так транзитом хорошо просто аккуратнее 4 дня ну тогда хотя бы вообще хороший вопрос при оформлении документов для поездки в сша нужно указывать если там родственники до дочь сестры племянница дочь сестры живет сша но мы много лет не общаемся я даже не знаю где она живет нужно ли мне указывать что есть родственники в сша или можно умолчать об этом я бы тогда переформулировал какая степень родства должна быть чтобы ука чтобы вы с необходимостью должны были указывать этих людей но близкие родственники конечно да особенно если вы на одной фамилии но племянница годится племянница она годится но я бы в этом случае не указывал тем более человека не знает есть там родственники или нет и давно не общаются может где этом и нет может и нет да ну вот ответ на вопрос да при оформлении расскажите как сейчас обстоит дело с си пяти о пяти для программиста на фоне последних событий я хочу просто если кто не знает это временное разрешение на работу для студентов разных типов событий что если нет гринки то и продолжать собеседование многие не хотят давайте я только тут прокомментирую многие не хотят но примерно половина рынка половина рынка абсолютно не интересуется вот те проблемы которые возникают возникают да со многими но 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 не со всеми какие тут звуки я понял телефон мой до себя плохо ведет значит магистратура все еще реальный вариант либо стоит искать другие варианты уточнить пожалуйста через какое время можно искать си пяти после поступления в магистратуру на программиста но во первых это все зависит от университета потому что не все университеты во первых дают разрешение на работу си пяти си пяти это curriculum practical training разрешение на работу во время обучения а у пяти это optional practical тренинг после обучения на то есть хочешь можешь получить поэтому си пяти дают не везде во первых например мы работаем с одним университетом они дают си пяти разрешение на работу можно оформить первого семестра другие университеты например они дают си пяти со второго года обучения поэтому каждого университета свои правила поэтому тут смотря какой университет вы выбираете вы должны найти самостоятельно работу принести документы например контракт с работодателем а потом уже через университет оформляется разрешение на работу обычно с этим проблем не возникает как бы все получают все студенты все работают естественно потом это вот к предыдущему вопросу про квоту и как бы эту лотерею с h1b да есть у меня один знакомый который два раза по моему не попал в квоту то есть его два раза подавали ну по-моему один раз точно он не прошел но потом мы стали уже делать грин карту непосредственно сразу да можно без рабочей да поэтому ну в любом случае как бы пока ты учишься в университете это два года потом у тебя еще есть например у пяти до разрешение на работу которая от 12 до 36 месяцев можно продлить вот у вас срок который вы можете находиться в америке за этого время естественно если вы не прошли раз второй год можно третий год можно поэтому в любом случае шансы конечно вырастают и плюс еще есть вот эта дополнительная квота 20000 когда ваши все эти заявления идут приоритетными да вот среди ребят которые вот которых вы обозреваете на аппетитом и так далее нет возросших жалоб что после смены администрации в белом доме стало сложнее находить работу или что нет таких жалоб нет на самом деле она и раньше не было так же просто как если бы у тебя и было грин карта то есть очень многие не смотрят на студентов но ну хорошо то есть хуже не стало уже не стало все зависит от того какой вы специалист если программист хороший то компания для него в принципе готова у нас был парень алексей да у нас наступал на канале он уже приехал был программистом и поэтому это одна история если вы приехали учиться и никогда не были работающим программистом это не то же самое что иметь опыт конечно вопрос татьяне что вы можете сказать о визах и b3 для неквалифицированных работников вообще я замечал что очень много мошенничества всевозможного и развода публики вот вот именно по этой визе там не надо знать не надо уметь ничего мы там у нас договоренность мы там сейчас со всеми это сюда мы сейчас тебя туда-сюда и вот я это вижу часто это виза дает возможность получить green card этот тип виз недавно начали рекламировать в украине на вики там каком-то и так далее ссылки всякие год гэт вот что вы скажете про эту визу я ничего не могу сказать про эту визу честно скажу потому что мы ими не занимаемся ну хорошо да я я от себя просто скажу что поскольку я часто это слышу этот вопрос такая виза есть но просто будьте аккуратны в том смысле что как уж у вас не развили ну да это надо обращаться например я бы обращалась таком случае тогда юристом или специалистом который находится в сша непосредственно как уж совсем не к тем которые находятся например на украине потому что ну какие они могут быть я как бы я как бы у них есть договоренность там и тут и в общем они там со всеми договорились тем более если вы смотрите канал михаила портного и есть ссылки на адвокатов юристов уж лучше обратиться к ним заплатить за консультацию и получить конкретный вопрос знаете сейчас как сложно консультацию получить и уже и деньги плачь и ни у кого нет времени консультацию это да народ народу много да значит есть такой вопрос у меня и пи и п индивидуальное предприятие self-employed такой да с 2010 года где занимаюсь ремонтом и обслуживанием компьютер работаю один официально заработок примерно 700 900 долларов является ли минусом что работаю один нет наемных работников и есть еще подработка почти 300 долларов на государстве хоть там три там раз в три ночи работаю дежурю она моему айпи не мешает особо потому не увольняюсь оттуда стоит ли упоминать вторую работу при подаче на визу но я бы честно говоря не упоминала потому что все таки индивидуальный предприниматель это так скажем предприниматель до интерпренер по-английски да и который работает дежурит по ночам еще ну как-то как-то не комильфо то есть грубо говоря у него нет такого бизнеса который жалко бросить ну да заработок 900 долларов это нормальный заработок при индивидуальном предпринимателе опять же как все преподнести рассказать можно работать и самому быть self-employed и достаточно успешно не обязательно иметь наемных работников вот поэтому как бы как все у нас была студентка одна много лет назад она до прихода в школу мы работала переводчиком в госпитале копейки страшные там но во всяком случае потом она пришла выучилась стала работать потом она стала хорошо работать потом стало супер хорошо эти денежки там все это шло но параллельно она так по выходным продолжала переводить в госпитале вот фактически за бесплатно если же так сравнивать вот ну это немножко другое но можно всегда например сказать что я что-то там дело потому что мне это очень нравится но опять же но и дежурить это быть как бы бизнесменом скажем как то аккуратно вот пишет нам алиса в октябре выхожу замуж за держателя green card так как процесс восстановления семьи долгий планируем что я поступлю в голденгейт лэндвич скол я даже не знаю что есть так это может быть голодный университи школы как как лучше это сделать подать на восстановление и попытаться получить студенческую визу видимо совы соединения 7 или подавать на воссоединение после получения визу на учебу реально ли это то есть фактически она говорит так если я захочу получить студенческую не помешает ли мне что мы уже в подаче на воссоединение ну конечно может помешать так то есть на первых надо определиться да что идет первично потому что воссоединение с держателем green card опять же занимает длительное время если бы у него был уже американский паспорт естественно это очень быстро проблем никаких значит в чем как бы соль ситуации для она может находиться в сша да но ей должен у нее должен быть какой-то статус легально и студенческая виза для того чтобы быть например со своим мужем как бы ждать пока он либо там получит паспорт либо воссоединение семьи это произойдет конечно тогда лучше получить заранее визу студенческую приехать как бы потом уже на месте все эти вещи делать ждать например когда он получит паспорт вот но тут тоже надо быть очень может быть и лучше замуж за него выйти когда она уже приедет по студенческой да 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 и когда он например получит паспорт к примеру нет но там есть ему но она должна быть ну и да она может выйти за него замуж здесь но у нее все равно она же будет ждать воссоединение как он только green card а не гражданин то это занимает длительное время а чтобы она все это время находилась в америке она должна быть например тогда студенткой я я просто думаю что что если она сначала будет за него замуж даже еще не подавая на воссоединение и могут легко отказать в студенческой визе ну могут до студенческой могут в b1 b2 возможно не откажут а в студенческая возможно да хорошо я гражданин украины гражданская жена и дочь россияне подавался на турвизу в москве отказ причины на мой взгляд чистый паспорт не россиянин плохое настроение девушки консула в мае июне собираюсь второй раз подаваться хочу подать с дочкой но у нее другая фамилия а дочка от гражданской жены или какой дочкой повысит ли это шансы на успех или такие ехать в киев и там подавать ну во первых повторная подача в вашей вашей ситуации не имеет абсолютно никакого смысла потому что будет точно такой же отказ потому что вас ничего не изменится с момента первых подач поэтому здесь конечно надо разбирать ситуацию но я не думаю что отказ из-за того чтобы не россиянин так как жена у вас все-таки даже при гражданской дочь они российские граждане вы можете подавать в москве вот но опять же да чистый паспорт род деятельности доход ваш гражданской жены все это надо учитывать и устранять и повторно подавать уже потом знаете вспоминается вот был такой значит анекдот как собрание в колхозе и председатель говорит что товарищи их там колхозники в позапрошлом годе мы засеяли 100 га коноплей и у все сделала для в прошлом годе мы засели 200 га коноплей и опять еще сделала для в этом годе мы засеем 500 га коноплей пусть подали ну то есть я я просто к тому что мы продолжаем выходить на интервью без того чтобы изменилась ситуация зачем я говорю стучаться закрытую дверь дверь закрыли исправьте ситуацию а что чтобы он вот чтобы ему сказали давай сделай вот эту но я бы сказала обязательно наличие поездок совместных поездок вместе с гражданской женой и дочерью это наипервейшая вот а дальше уже надо смотреть опять же где 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 у них доход где работает жена где работает он что у них то что он живет в москве допустим гражданин украины ничего страшного то есть нормально они не думают отчет его ты ехал бы в киев тут про ищ в наби какое нужно образование бы тогда это про пропустим можно ли будучи на политике и имея ворк ассоризейшн при устройстве в компанию договариваться чтобы работодатель делал грин карту но это из другой серии вопрос я так что можно почему нет то есть вы никакого запрета на это нет или при политике работодатель не может подавать может подавать вы можете быть в нескольких процессах одновременно добрый день первый вопрос подскажите из вашей практики так татьяне как долго можно ждать вызова на интервью если на сайте us cis по данному кейса уже есть информация что готовы назначить интервью но письма с даты все нет податель кейса находится в сша по турвизе и ждет вызова на интервью по соединению с семьей второй вопрос давайте первый но можно сдать месяц может быть два три пока придет письмо бывают задержки да ну то есть месяц-два переживать не надо второй вопрос если по окончанию легального пребывания в стране по турвизе интервью так и не будет назначена возможно ли продлить легальный срок пребывания в стране более шести месяцев по причине ожидания вызова на интервью но когда вы ожидаете интервью вас штатус уже и так в ожидании скажем так поэтому продлевать уже как в апдейте есть да да это уже окей на другом уже да не имеет здравствуйте татьяна и михаил расскажите пожалуйста о магистратуре в сша по направлению компьютер-сайенс первое насколько важны оценки диплома бакалавра для поступления в китайский университет в калифорнии они вообще на оценки смотрят выводится средний балл gpa так когда делается эвалюация диплома и соответственно если ваш gpa например ниже там 2 и 75 у вас в университет могут не принять это троечник такой фактически да мне был такой парень клиент ему отказали мы писали письмо объяснительное почему и что почему у него низкий gpa и как бы потом его все-таки приняли вот ну как бы до оценки смотрят а при получении визы они интересуются вот эти баллы бень это не важно то есть насколько нужны оценки диплома какова стоимость обучения в подобном университете на данный момент вот грубо говоря не привязываясь конкретному университету если человек хотел бы приехать в сша поступить в университет недорогой и там как-то уже дальше двигаться с работы там о 5 там h1b и так далее почем нынче недорогой университет вот из того что можно прямо сейчас пойти и сделано порядка 20 20 тысяч долларов за весь срок обучения за два года да то есть скромненько так но они там пару дней в неделю ходят да они там немного ходят но они да у них есть определенное расписание есть какие-то классы онлайн и занятия по вечерам но не пару раз возможно неделю может быть там и не знаю 34 придется я помню что алексей рассказывал что в субботу полный день воскресенье полдня да там как бы можно составлять график самостоятельно поэтому как бы там уже то есть можно за один день набрать за неделю третий вопрос существует ли подобные университеты в других штатах например в нью-йорке в нью-йорке мы таких университетов не знаем ну то есть может и есть но просто все знать просто нереально какие-то более-менее университеты которые под которые дают визы и которые даются пяти например такие в нью-йорке к сожалению мы не знаем а где еще может быть если вот не тут где еще а где вы знаете везде в каждом штате наверняка есть таки это так чтобы вы знали ну нет я только в калифорнии потому что я лично с ними имею контакт я же не могу поехать другие штаты как бы гордость понял хорошо в калифорнии да уже не первый год смотрю видео михаила читаю темы комментарии на форуме говорим про очень много интересного пишут рассказывают пользуясь случаем хочу спросить совета то есть слушал слушал так вот теперь значит вопрос возник так мы с девушкой хотим попасть в сша и понимаем что этот процесс далеко не быстрый я гражданин украины у меня крымская прописка вам родная девушка тоже гражданка украины мне 26 и 22 паспорта чистые планируется обкатка по европе так как логично что с чистым паспортом определенно получим отказ либо шансы на получение значительно ниже вопросы такие нулевой вопрос 0 написано какой будет наилучший вариант получить визу в сша нам обоим чтобы вместе попасть страну думаю над самым простым вариантом как нам кажется туристическая виза ну видимо они все-таки будут подавать по отдельности они же не никак не связаны друг с другом но они могут быть гражданский муж и жена тогда не могут подавать совместно какой наилучший вариант даже изначально надо смотреть у кого какие планы опять же исходя из данной ситуации если они сделают поездки в паспорт то конечно тогда совместные поездки и гражданский муж и жена подавать и тогда турвиза визовая история лучше ездить вместе или раздельно конечно вместе с распиской или без разницы вот даже так то есть расписка него а у меня кстати вопрос был вот час списка имейте ввиду регистрация без разницы вот вопрос сейчас украина получит возможность граждане получится со своим паспортом внутренним да там ездить на три месяца по европе а а при этом штемпель это в паспорте нет больше или как почему пересечении границы же ставится штамп всегда да конечно а я вот ехал помню но когда вы пересекаете границу с евросоюзом он поставить они могут объехать они могут объехать 5 стран но конечно же там будет один а я понял я помню как я из австрии приехали из италии поехал в австрию оттуда в словении потом даже там будки нет не то что там понятно поэтому я тот вопрос то про сугалию который нужно приехать много странно сколько и какие страны лучше посетить до подачи на визу я думаю что вы сегодня отвечали на это а вот сколько но опять же вот все задают этот вопрос но нет какого-то списка стран понимаете я всем объясняю что консул просто должен понимать и видеть что вы молодая пара да вам совсем немного лет девушки всего лишь 22 года на момент подачи дай бог и будет там 23 что вы например путешествуете что вы были в европе например там не знаю два раза потом вы съездили например этого не знаю в тот же таиланд или шри-ланку или вьетнам к примеру что у вас есть география каких-то путешествий да тогда не придется вам отвечать на вопрос почему америка да потому что мы съездили сюда что было рядом и съездили туда посмотрели теперь мы хотим поехать в америку как бы все логично поэтому списка стран не существует опять же только пожалуйста не езжайте в польшу на машине и потом вернувшись через четыре дня вы думаете что это вам как бы зачтется как бы соответственно желательно чтобы это были более-менее длительные поездки а в таиланд 4 я тоже не к дидже в таиланд вы не получить четыре дня вряд ли потому что длительные перелеты к этим списком хорошо хорошее сила там минимум уж 5 дней 65 не будет однозначно какой минимальный перерыв должен быть между поездками есть такое такого тоже не существует просто если вы человек которого есть работа правильно есть определенные отпуска. Если ты человек работаешь на кого-то, ты же не можешь ездить каждую неделю в отпуск. Поэтому все должно быть логично в соответствии с вашей ситуацией. Если у вас свой бизнес, и вы там self-employed, как, например, предыдущий человек, у которого хороший доход, то он может ездить, может быть, и 3-4, и 5 раз в год отдыхать. Поэтому тут от вашего дохода. Тут мы уже говорили, к моменту подачи на визу в США, значит, регистрация брака только на бредит или наоборот будет на пользу. Получается, что без разницы. Особенно руля не играет. Я работаю неофициально в IT-компании. Визу ему, понимаешь, неофициально работает. Нужно ли мне трудоустроиться официально? Ну, это тоже не обязательно. Хорошо. Если да, то сколько минимум времени нужно проработать официально? Девушка учится в ВУЗе, не работает. Я думаю, это неплохо, если девушка в ВУЗе. Молодая девочка учится в ВУЗе. Тогда он должен зарабатывать на них двоих. Но все-таки учеба в ВУЗе является как бы удерживающим фактором. Кто же просит учебу? Ну, смотря какой курс. Если она первый, там, курс или последний курс, то это не считается, что его удерживает. Понял. То есть последний тоже. Я буду очень рад, если вы ответите на мой первый вопрос. Мы ответим на все. Хотя бы, хотя бы. Так. При заполнении анкеты на получение британской турвизы нужно указывать, что был отказ по турвизе США. Вот интересно. Там есть, да, такие вопросы. Правда, да? Как неожиданно. По любым визам. То есть, я смотрю, пустить тебя в нашу страну или нет, и мне важно, можете я ищу, где-то уже отказали. Ну да. На канадскую визу, по-моему, тоже такой вопрос есть. А на американскую спрашивают? На американскую нет. Ходят случаи, что если укажешь, что был отказ, британцы откажут. И вообще, может ли консульство Британии узнать такую информацию? Они обмениваются как-то? Ну, я думаю, что они не обмениваются. Ну, вообще, я бы, честно говоря, наверное, не скрывала данную информацию. Но британская анкета, она такая очень тоже большая, обширная, и там надо указывать кучу факторов. Отказ, он то, что вам отказали на визу в Америку, не будет являться причиной отказа в визе в Британию. Но они точно так же очень скрупулезно смотрят ваши доходы, сколько будет стоить ваше путешествие, где вы будете жить, какие страны вы посещали. Все-все-все очень досконально. Поэтому тут... Мы знаем достоверно, это пишут об этом и так далее, что спецслужбы стран НАТО обмениваются исключительно хорошо всякой информацией. Является ли, вот, допустим, отказ в визе такой информации, которая выскакивает у консула на компьютере? Я думаю, что нет. Я не думаю, что ради, я не знаю, Руслана будут запрашивать какую-то там базу данных. Но мы тоже никогда не знаем, кто этот Руслан и... Ну да. Что он там сделал и по какой причине у него был отказ в Америку. Так. Здравствуйте, уважаемый Михаил. Это мне прямо, да? Мы с женой хотели бы получить тур-визу. Нет, это, кстати... Я гражданин России. Ранее работал на крупные американские компании и имел 3-4 штуки длинных двухлетних тур-виз и несколько въездов на всякие рабочие конференции. Без нарушений, разумеется. Ну что, молодец какой. Моя жена гражданка Украины. Красивая. Молодая, могут не пустить. Домохозяйка. В США не была. Визы не было. В паспорте есть 2-3 шенгенские тур-визы. Слушайте. И прочие туры страны. То есть деньги в семье имеются. Детей у нас пока нет. Вопросы. Первое. Как нам лучше идти на собеседование в посольство? Вместе? И делать фокус на то, что у меня хорошая история с визами, чтобы я ее тянул? Или отдельно друг от друга? Вот как с этим? Конечно, вместе. Только я не понимаю, у него визы в Америку закончились уже или они действующие? Ну, видимо, нужно получать. Ну, тогда, конечно, вместе. Она домохозяйка. Я работаю на себя. Так что справки с работы у меня нет. Как быть? Ну и справки с работы никто сейчас не смотрит практически. Все указывается в анкете. Какие документы предоставить на собеседование? Мы собираемся проехать на машине из Нью-Йорка во Флориду и обратно. Просто отдохнуть и пошопиться. Можем предоставить маршрут. Можем сделать брони отелей в крупных городах. Можем бронь машины предоставить. С билетами сложнее, так как они невозвратные. Если отказ по визе, теряем деньги. Не хотелось бы. Могу предоставить документы на недвижимость машину. Что еще? Ну, документы на недвижимость машины тоже не требуются. Их не смотрят. Выписка с банковского счета тоже не особенно нужна. А как же? Ну, сейчас, например, в крупных городах России, не знаю, опять же, на Украине, в Киеве, интервью проходит на словах. Справки никакие не смотрят. Редкий случай, если там кто-то что-то запросит. То есть, вы говорите, у меня на 2 миллиона недвижимости, они тебе верят? Ну, смотря где недвижимость, если она, например, я не знаю, в Москве, то возможно и поверят. А если, я не знаю. В Урюпинске. Да, в Урюпинске, то навряд ли. Вот, поэтому, да. Просто все на словах расписывается в анкете. Можно сделать брони отели, брони билетов, или покупать авиабилеты до получения визы. Даже само консульство не рекомендуют. Ну, это все просто должно быть. Четкие даты поездки должны быть, какого числа мы собираемся, какого числа мы возвращаемся, и что мы собираемся делать. Было время, когда говорили, что если там уже заказано, то как бы даже это более достоверно. Сейчас говорят наоборот, что это как-то... Нет, ну, конечно, как бы нельзя прийти на интервью в консульстве и сказать, но мы хотим, вот вообще-то думаем, может быть, мы поедем там послезавтра, может быть, мы через 3 месяца, и мы не знаем, на сколько, может, на 2 недели, а может, на, я не знаю, 5 месяцев. Это тоже несерьезно. Поэтому должны быть четкие даты поездки, что мы собираемся полететь. Так и в анкете расписывается. Да, у вас есть планы. Мы сделали уже план поездки, да. Какого числа вы прилетаете? Там, 10 июня, какого числа вы вылетаете обратно? 15 июня. В какой город вы прилетаете? С какого города вы вылетаете? Каким рейсом? А вот рейс, это уже опционально. А если вы потом прилетите куда-нибудь в другой город, не будет проблем? Ну, это все надо... А, когда вы получили уже визу? Да, уже с визой прилетел, но в другое место. Нет, это не проблема. Слышал, что могут проверять соцсети и так далее. Что ищут? Что с этим делать? Переименоваться? Почистить аккаунт? Бред, конечно. Но как-то смущают такие проверки. Кто их знает, что им не понравится? Ну, могут, конечно. И об этом говорят, что будут проверять социальные сети. Я пока таких случаев, честно говоря, не знаю. Но мы с Андреем, который из Нью-Йорка, эмигрант, записывали видео, и мы говорили о том, что если человек, например, в своем регионе какой-то более-менее известный или в городе, и он там занимается какой-то деятельностью, или совершил какое-то, может быть, преступление экономическое, потом он пишет в анкете, что он ничего этого не делал, то эта информация... Легко проверить. Я думаю, что... Если есть какие-то статьи, что-то такое. На форуме говорим про ЕС. Вы рассказываете, что хотите получить визу с тем, чтобы попадать на политику, и они это прочтут, то... Ну да, да. Нет такого, что консул, например... Как бы что они проверяют обычно? Когда идет интервью, консул, например, спрашивает вас, с какой компанией вы работаете. Он может набрать название этой компании и посмотреть, существует такая компания, что там, а какой род деятельность она осуществляет. Либо, например, он набирает, а эта компания не существует. Он спрашивает, почему нет сайта у вашей компании. Вот такого рода информацию они могут посмотреть. А социальные сети, ну, я не знаю. Во-первых, они все под своими именами в социальных сетях. Во-первых, выяснить эту всю информацию, это требуется достаточно много времени. Поэтому я советую всем лучше, например, иметь доказательства своей занятости. Или, например, если ты self-employed, опять же, возвращаясь к тем ребятам, которые задавали вопросы, например, тот человек, который один всего лишь занятый работник сам на себя. Если у него есть сайт, например, на сайте все это расписано, то, естественно, это уже тоже как бы солидное что-то такое, что можно показать консульство как доказательство занятости. И также этому человеку предыдущему, который там путешествует, или это тот же самый с женой. Хотя, например, он официально не работает, но, опять же, если есть какая-то информация про файлы в LinkedIn, не знаю, или там еще что-то, то вот это уже будет являться доказательством вашей работы, занятости и получения дохода. Окей. То есть не стоит пока париться особо. Если вы там к терроризму не причастны, я бы, честно говоря, все равно, может быть, перестраховалась бы, если вы используете то же самое имя в социальных сетях и ведете активную, там, я не знаю, деятельность про эмиграцию в США, то, наверное, может быть, и стоит почистить. Все, отлично. Здравствуйте, заранее спасибо. Вопросы такие. Шесть, первый вопрос. Шесть норвежских шенгенов. Турция два раза, Бразилия, Аргентина, Израиль. Звучит, как хорошее такое путешествие, или стоит еще покататься? Да, вполне. Шесть раз, конечно. Если практически все поездки в прошлом, за гранд паспорте, но он был украден в одной из поездок за границу, остались только отсканированные копии вис и штамп. Слушайте, мы как раз об этом говорили. Это про Канаек или нужен обязательно оригинал? Нет, не нужен. Так, ну, слушайте, молодец какой. Немного странный вопрос. Если многие из моих предыдущих поездок по Европе совершались в компании моей мамы, я указывал себя как спонсора нашей поездки, и у нас не было ни одного отказа. Скоро буду подавать на B1, B2 визу в США. Повысятся ли мои шансы на одобрение, если я вновь буду с мамой подаваться и указывать себя как спонсор? Это является своего рода доказательством моей финансовой состоятельности и может ли повлиять на решение? Ну, подавать, если с мамой, если у вас уже есть история совместных путешествий, то я думаю, что это очень абсолютно логично. И да, мне кажется, это лучше, чем если вы путешествовали бы абсолютно один с мамой. То, что вы являетесь спонсором поездки, не доказывает вашу финансовую состоятельность. Финансовая состоятельность – это доказательство того, опять же, какой ваш заработок и чем вы занимаетесь. Потому что можно назвать себя спонсором, зарабатывая 300 долларов, а можно назвать себя спонсором, зарабатывая 3000 долларов. Да. Так, в какую страну, спрашивают, вот к Татьяне конкретно обращаются, легче получить шенгенскую визу в чистый паспорт? Испания, Польша? Ну, сейчас, насколько я знаю, визу в чистый паспорт в любую страну шенгена, по-моему, получить не проблема. Окей, то есть не то, что куда-то легче. Испания дает хорошо визы, Италия дает хорошо визы, Греция сейчас дает вообще визы без проблем, и Чехословакия, Чешская республика, как бы... Болгария какая-нибудь. Болгария, да, без проблем. Хорошо, так. В 2010 году был в США по Борг-эн-Трэл. В 2016-м подавал на американскую турвизу. Получил отказ. После этого получил 2 шенгена в новом паспорте, Греция и Чехия. Можно ли подавать на турвизу в США? Каковы шансы? Или лучше еще получить британскую и уже потом обращаться? Второй вопрос. Давайте с первым. 3 визы или 2? Опять же, нельзя ответить однозначно на данный вопрос. Нужно больше исходных данных. Сколько человеку лет? Чем он занимается? Один он с женой? Дети? Кем работает? И только потом отвечать. Конечно, поездка в Британию, наличие британской визы, не самой визы, а посещение Великобритании. Конечно, это будет большим плюсом, естественно. Тут уж ехать или нет, это решать вам. Поездки в Британию они не... Тут можно переформулировать, что лучше один раз в Британию или два раза в Чехии. Греция и Чехия. Ну, хорошо. Второй вопрос. Если получать визу через курсы английского, это увеличит шансы на получение? Или наоборот? То есть, именно причина. Причина не очень важна для студенческой визы. Опять же, надо объяснять, почему курс английского языка, для чего курс английского языка. И также, вернитесь ли в обратном. Поэтому надо... Хороший вопрос. Хороший вопрос. Собираюсь со своей девушкой в свадебное путешествие в США. Когда начинать оформлять визу? До свадьбы или после? Если до, то как доказать консулу, что вот скоро свадьба, на следующий день после нее хотим улететь? Ну, так есть же документы. Что в подаче? Ну, да. Вообще, интересно, я пытаюсь посмотреть на это с точки зрения, скажем, мошенничества иммиграционного. То есть, я хочу поехать. Девушка хочет поехать. Можно подать заявление в ЗАГСе. Мы вместе... Взять справку о том, что у вас назначена регистрация на какой-то день. Так. Ну, вот. И консул не скажет нам, а покажите, как давно вы знакомы, там, и так далее. Ну, опять же, откроют паспорт и посмотрят. Были вы вместе где-нибудь? Выезжали вы куда-нибудь или нет? А, то есть, это тоже важно? Да. Я понял. Это, может, мы вчера познакомились, сегодня хотим жениться. Поэтому, как бы, смотрятся совместные поездки. Поэтому наличие совместных поездок очень важно. Даже при отсутствии регистрации. Понял. Добрый день. У меня чистый паспорт. Никогда не был за границей. В следующем году хотел следать в Штаты по турвизе. И заодно пройти какие-нибудь двухнедельные курсы английского. Слышал, что в Америку неохотно дают визы в чистый паспорт. Подскажите, как лучше поступить, чтобы не потратить время зря? Хочу отметить, что есть семья, ребенок, работа со стажем более пяти лет. Возможно, недвижимость появится. Как интересно. То есть, факторы, которые гарантируют, что у меня нет намерения остаться в США. Оно уже гарантирует. Или все равно есть риск отказа? Ну, риск отказа, конечно, есть. Да, он есть. То есть, у него, как бы, есть много за и много против. Ну, да. Так, как бы, на двух чашечках, там, и туда, и сюда есть. Планируем ехать в Штаты с семьей. Желательно всем сразу по турвизе. То есть, наверное, совсем хотят так. Нас четыре человека, мы все совершеннолетние. Отец и мать граждане Армении. Но легально проживают в РФ. Я и сестра граждане РФ. Хотят все так. Можем ли мы лететь с Москвы все вместе при наличии разных гражданств? Конечно, да. Ну, если виза есть, правда? Ну, если они живут все в Российской Федерации, конечно. Нет, ну, если виза есть, то идти на здоровье. Отличаются ли требования посольства США к гражданам Армении и РФ? Да. Да? Да. А как? Вот если армянин, в смысле гражданин Армении, живет в Москве уже пять лет. Ну, он подает все равно же в Москве. Так. Ну, в смысле требования какие? Надо обязательно иметь легальное какое-то разрешение на пребывание в Российской Федерации. Правильно? У нас должна быть какая-то причина, работает или что-то. Но от него не требуется, что он вернется именно в Российскую Федерацию. Почему? А, нужно. Связи доказываются со стороны проживания. У них страна проживания будет Российская Федерация. Я понял. Я понял. То есть, не то же самое, которое в Армении появится? Нет. Так. Как быть, если некоторым членам семьи дают турвизу, а другим нет? Но мы хотим лететь вместе. Если подавать повторно, то какой может быть интервал повторной подачи? Прошу, чтобы не пропустить эти вопросы. Да. Но вопросы очень странные. Как-то могут отказать кому-то из членов семьи? Да, могут. То есть, отказывают. Если вы хотите все равно лететь все вместе, но вместе вы уже не полетите. Нет, но они говорят, может быть, повторно обратиться. Ну, повторно, опять же, при повторной подаче должно что-то измениться. Вот. Поэтому, какой интервал? Когда что-то изменится в ситуации, интервал. Но вообще, такие вопросы обсуждаются уже только тогда, когда человек получил отказ и рассматривается, по какой причине отказ. Знаете, я помню, мы с вами когда-то довольно давно, когда мы только-только начали отвечать на вопросы, была какая-то история, что человек, ему отказали, а он, не выходя из посольства, зарегистрировался на новое интервью. Чем-то через две недели пришел, и ему дали. Ну, и у меня были такие клиенты, да. Но сейчас эта тенденция уже сходит на нет. И поэтому больше сейчас клиентов у меня, которые, например, если бы еще, например, 2-3 года назад подавали бы повторно, сразу после отказа, они получали визы, то сейчас мы подаем повторно, и получаются отказы, отказы, отказы. Поэтому я сейчас рекомендую всем выжить какое-то время, чтобы... Статистика нехорошая. Да, да, что-то изменилось. Это же не просто так. Поэтому, опять же, на удачу, пожалуйста, можете идти хоть на следующий день. Вот. Но консул спрашивают, например, что изменилось у вас в момент... Да, да, они задают сейчас таки, вот вы две недели назад были, а что у вас изменилось? Поэтому будьте готовы ответить на этот вопрос. А вы говорите, ничего. Он говорит, добрый человек, ты зачем приходил? Да, да. Хотелось бы узнать путь через двухлетнюю магистратуру в китайском университете. Так, повторился вопрос. Он, наверное, специально повторился, чтобы они не забыли. У нас немножко другой вопрос. Другой вопрос сейчас. Что он не смог уже... Насколько... Ну, давайте прочитаем. Через двухлетнюю магистратуру в китайском университете. Вы говорили, Михаил, в одном из прошлых видео, что стало трудновато с работой, если есть решение на работе, нет гринкарта. Также интересно узнать про судьбу парня из России, который приехал таким путем около двух лет назад. Это про Алексея. Помнится, Татьяна упоминала, что он не смог проскочить в квоту по H1B, и компания занималась оформлением гринкарты для него. Насколько такая готовность компании реальна? Есть ли еще такие истории? Ну, как мы уже сказали, все реально, опять же, зависит от того, какой вы специалист. Вот, но сейчас мы оформляем студентов, приезжают сейчас у нас вот парень пойдет на интервью в Москве об этом. Ну, не то чтобы китайский университет, конечно, но в Камыльках. Еще куда-то. Корейский, китайский, да. Еще у нас оформляется, приезжают студенты, поэтому все, как бы, в принципе, работают. Я не со всеми поддерживаю отношения, поэтому я не знаю, как у всех сложилась судьба. Поэтому у Алексея знаю, что у него все в порядке. Это я могу сказать точно. Тоже мы с ним уже давно не общались. Так, то есть ему грин-карту прям делают, да? Да, ну, возможно, уже и сделали. А он же менял работу в какой-то момент, я помню. Да, 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 что-то там было, он не выбирал работу. Да, но, как бы, жалоб у меня, как бы, не поступало от тех студентов, которые находятся здесь. Я хочу от себя сказать, что вот у нас, у нас там тысячи выпускников и так далее в школе. И, как правило, человек возникает, ну, вот, раз и возник из прошлого. Не тогда, когда у него все хорошо, и он думает, что-то ехал мимо, да, я зайду. А когда, какая-то помощь нужна, совет нужен, там, и так далее. Вот Татьяна не знает, я ребятам рассказывал, мне звонит женщина одна, говорит, Михаил, говорит, вот, 15 лет назад училась, говорит, вы мне приснились. Я говорю, ну, прилично все, она говорит, да, да, это все нормально, говорит, но, говорит, вот, я позвонил там Люсе, понятно, Люся в нашей группе была, Люся, я говорю, да, помню, Люся. Она говорит, и спрашиваю, вот, Портнов приснился, к чему бы? Та говорит, Портнов это к деньгам. Вот, и, значит, выяснил дальше, ей нужен совет по жизни, я там не знала, что купить, там, так, дом, конда, там, еще что-то. Ну, короче, ей вселенная дала наводку. Но я просто к чему рассказываю, что обычный человек возникает, когда какая-то потребность есть. Если у него все хорошо, ну, вот он с днем рождения может поздравить. Ну, да, вот у нас тоже, когда мы отправляли в один китайский университет, и потом у того университета случились некоторые проблемы, и стали переводить их к другой, тогда меня все студенты, конечно же, нашли, и тогда мы уже там работали, занимались. То есть, да, сейчас никто не появляется. Планирую в этом году подаваться на B1, B2. Программисты, их, наверное, несколько. 41 год, Беларусь. Недавно услышал мнение, что в анкете на собеседование по возможности не стоит упоминать профессию программист, а лучше обобщить. Указать просто инженер, якобы программисты не возвращаются. Можете подтвердить, опровергнуть этот слух? Ну, конечно, это ерунда. Правда? Конечно. Программисты не возвращаются. Во-первых, по турвиде работать нельзя, как-то программист может не вернуться. Ну, может быть, он там нелегально где-нибудь там в гараже. А я знал таких-то. Ну, тогда каждый может, и швея может поехать. В принципе, программист, если он действующий программист, он в своей стране зарабатывает. Востребованный, да. Он зарабатывает столько, что уровень жизни, который у него есть там, может быть, он не обязательно сможет его повторить где-то еще. Программисты получают и студенческие визы очень хорошо, даже на языковые курсы. Вот. И вот этим программистам я бы вот тоже самое рекомендовала бы китайский университет, если у них есть образование. А что, на свои гуляют? Кто же ему откажет? Приехать могут, начать работать, пожалуйста. Что лучше, въехать по турвизе, шансы низкие на получение турвиза, и потом подать на политику? Или въехать по F1 в языковую школу и потом подать на политику? Вот я попробую ответить из того, что Татьяна уже сказала. Значит, независимо от того, как ты въехал, да, значит, как ты хочешь въехать, тебе придется в любом случае объяснить одно и то же. То есть, как бы, способ въезда не повлияет на легкость получения визы. Да, да, да. Второй вариант. Больше вопросов вызовет у консула, как я думаю. То есть, консул скажет, как же так ехал учиться и там туда-сюда. Я бы не заморачивался вот на эту тему. Ну, чего себе консул подумает? Что подумает консул? Ё-моё! Ну, кто может знать, что себе подумает консул? Нет, ну в этой ситуации надо, опять же, надо разговаривать лично с человеком и смотреть. Опять же, если молодой по возрасту, я не знаю, то возможно поехать на учебу. Может быть, не в языковую школу, может быть, он сможет сдать тест Тойфел и поехать в колледж. Тогда у него шансы на студенческую визу гораздо-гораздо выше. Если Тойфел сдавал. Ну да, если, например, он подготовится. Потому что, опять же, в молодом возрасте шансы на турвизу, они, ну, скажем так, невысокие, правильно? Потому что нет толком ни работы, ни карьеры, ничего, семьи, детей. Поэтому тут надо, это всё очень индивидуально, и такие, как бы, ответы на этот вопрос однозначно я дать не могу. Поэтому тут надо, как бы, думать, смотреть, разговаривать и искать уже какие-то варианты. Это относительно, как бы, ну, всех, кто сегодня писал какие-либо вопросы. Ну что, у нас вопросы закончились. Давайте тогда мы перед тем, как закруглиться, значит, давайте я спрошу. С точки зрения каких-то, я не знаю, тенденций, изменений, или, скажем, вот, что обязательно нужно в сегодняшнем мире знать, понимать, чтобы не попасть в просаг, там, или как-то, вот что-нибудь такое актуальное. Знаете, как англичане ружья кирпичом не чистят. Вот такого плана что-то есть у нас? Ну, честно говоря, особенно нет, но рекомендации мои такие, что в последнее то же время многие обращаются и в анкетах, например, указывают всё очень честно и так, как есть. Например, как тот человек, который работает сторожем где-то по ночам. Просто, ребята, имейте в виду, да, что всё должно быть очень логично, понятно для консула и должно выглядеть всё более-менее презентабельно. Опять же, прочная связь с Родиной должна быть прочная связь с Родиной. Если это хорошая работа, хорошая работа, соответственно, заработок, даже если это неофициальная работа, опять же. Вот эти все моменты очень важны. И поэтому вот всё это надо учитывать. То есть они так приноровились иметь дело с реалиями, скажем, стран СНГ, что уже даже можно и не иметь официального подтверждения, что ты работаешь? Ну, они раньше смотрели справки с работы, сейчас они уже их не смотрят. Поэтому, да, можно как бы указывать и неофициальную работу. Я бы даже, например, некоторые идут, покупают справки с работы. Я бы лучше указала, например, то, что есть по факту, если есть по факту что-то, чем я бы шла и покупала какую-то справку с работы и заявляла бы какие-то недостоверные сведения в связи с этим. А вот, например, человек идёт на интервью, грин-карту выиграл, идёт на интервью, и им надо показать какую-то финансовую состоятельность. Вот я часто вопросы такие получаю, как подтвердить? А у него ничего нет, квартиры у него нет, зарплаты особой нет, ну, ничего такого у него нет, чтобы финансово показать какие-то деньги. И они говорят, а вот если там, допустим, у меня знакомый, он мне джоп-офер напишет. Вот это как-то воспринимается, или это понятно, что лажа, и вот как вот... Именно когда человек выиграл грин-карту, идёт на их грин-карту. Но в этом случае консул интересует больше, что человек будет делать по приезду в Америку, какое у него есть образование, знает ли он английский язык, как он будет вообще востребован на территории США. Наличие работы уже, например, в России или у себя на родине, оно тут как бы особенной роли-то не играет. Нет, нет, из Америки оффер. Из Америки джоп-офер? Человек, который выиграл грин-карту? Да, вот он пришёл, завязывался. А смысл какой? Ну, как бы он не повиснет на шее общества. Ну, не знаю, как-то это всё не очень, ещё до получения всяких разрешений, всего-всего уже есть у него джоп-офер. Как-то стрёмно. Ну да, как-то оно несерьёзно. Несерьёзно. Потому что мне напишут, Михаил, у вас же есть там своё предприятие, вы напишите мне джоп-офер, а я вот на интервью пойду. Да, и человек приходит, и уже у него есть работа, будучи где-то там, опять же, в том же, я не знаю, там, в Калининграде, он уже нашёл работу в Америке. Да. Вот он у него спрашивает, а знаете его английский язык, а он и не знает ничего по-английски. И у него образование совсем другое. Ну, конечно, бред. Нет. В этом случае, в случае выигрыша грин-карты, как бы наличие работы неважно. Просто вы должны прийти и рассказать. У меня, например, была девушка, которая студентка. У неё не было ни работы, ничего, она тоже очень сильно переживала. Я объясняю, что ты придёшь и будешь рассказывать, потому что... А она знала английский язык, она преподаватель по-английскому. Я говорю, так тебе вообще никаких проблем, ты придёшь и скажешь всё по-английски. Только официантская пойдёт дальше. Конечно. Смысл-то в этом, что не обязательно идти программистом, когда ты выиграл грин-карту. Окей. Да, значит, фактически я, суммируя то, что сказала перед этим Татьяна, чтобы оно не затерялось, значит, не всё то правда, что соответствует действительности. Да, очень такая грань. Всё надо преподносить презентабельно, аккуратно, не обязательно врать, но просто всё можно сказать, так же, как программист, можно сказать инженер, так же можно сказать, например, сторож, или можно сказать охранник, я не знаю, там... Оператор охранник на предприятии. Неведомственная охрана. Что-нибудь, да. Вот, поэтому всё вот так вот должно всегда красиво быть. Я тогда напоследок расскажу такой английский, а не тот типа английский юмор. Два англичанина обсуждают, вот в чём разница между вежливостью и тактом. Ну, и один говорит, давайте на примере объясню. Он говорит, вот я, например, сантехник. И дальше тут, значит, зашёл в особняк, один там был вызов. Вот ванная и протечка, ванная на втором этаже. Значит, я поднимаюсь на второй этаж, открываю дверь в ванную, а там, значит, принимает душ молодая обнажённая женщина, такая явно из благородных. И я говорю, excuse me, sir. И он говорит, так вот, excuse me – это вежливость, а sir – это такт. Вот, поэтому я просто к тому говорю, что что-то такое в жизни есть. Но не обязательно называть, вот можно в конце концов и даму назвать sir. Да, да, да. Если так это как бы… Если это поможет. Если поможет. Спасёт ситуацию. Да, вот это лучше, спасёт ситуацию. Ну что, Танюш, спасибо большое. Я просто хочу сказать, что я там в объективе, в самом, в окошечке смотровом Таню вижу больше. Но она, знаете что, лет 10 мы уже знакомы, наверное, и всё хорошеет и хорошеет. И я думаю, как же так получается-то? Вот, и, в общем, наверное, это какие-то флуиды в Кремниевой долине так действуют. Действуют хорошо. Да, так что, друзья, приезжайте. На наложение. Тут флуидов на всех хватит. В общем, и до новых встреч, да? До новых встреч. Счастливо. Пока-пока.